Всем привет, с вами на связи Андрей Финашин, канал Тестлаб. Знаю, что давно не было выпусков, но вот решил я сделать некий практический видосик. Сегодня покажу, как можно доработать неправильные фары, чтобы правильные светодиодные лампочки светили так же хорошо, как и галоген. Итак, в чем неправильность данных фар? Неправильность в том, что конструкторы при проектировании данных фар под галогеновые лампочки, вот один из примеров, я держу у себя в руках, они, собственно, почему-то решили установить посадочное место не строго вертикально, как на большинстве фар стоит, а под некоторым углом к вертикали. Не знаю, зачем они это сделали, в случае с установкой галогеновой лампы, никаких проблем со светом нет. Она светит правильно, то есть галочка в правую сторону, то в общем-то все с этим хорошо. Но, если мы на место галогеновой лампы ставим светодиодную лампу, сразу возникают некоторые проблемы. Когда мы ставим обычную светодиодную лампу в данную фару, мы получаем вот такую вот светотеневую границу. Как видите, она абсолютно разорвана, то есть нет четкости, нет галки, галка теряется. Это все будет приводить к тому, что вы либо будете кого-то слепить, либо вам на дороге будет некомфортно ездить. Потому что светотеневая граница абсолютно не соответствует нормам. Но давайте сейчас покажу, как это все можно исправить. Рассказывать и показывать я буду на примере светодиодных ламп CL6 на 3000 кельнов, которые очень долго вы ждали в плане теста. В чем состоит суть переделки? Смотрите, вот он этот пластиковый цоколь. Ну, собственно, вот стальной цоколь. И фиксация лампы, сейчас я покажу. Фиксация лампы происходит в нужном положении, происходит с помощью вот этих двух бобышек. Вот и благодаря этим бобышкам они входят вот в эти пазы и фиксируют лампу. Ну, как вы, наверное, уже догадались, проблема в том, что когда такая лампа встает в посадочное место, она начинает стоять не вертикально, а под наклоном. И вот, чтобы компенсировать вот этот наклон, то нам надо спилить немножко вот эти бобышки, для того, чтобы лампа, будучи установленная в посадочное место, в этот цоколь, в эту фару, имела возможность еще немножко провернуться уже сама до вертикального положения. Сделать это можно с помощью вот такого надфиля, то есть я им взял просто и спилил часть вот поверхности вот этих упоров. Спилил не все, спилил совсем немного, для того, чтобы лампа, во-первых, не болталась. И, кстати, именно с этих позиций рекомендую делать подобные операции на пластиковых цоколях. То есть, если будете приобретать, обратитесь в компанию Кулет, и она, собственно, вам вышлет вот именно пластиковые цоколя. Я спросил, они вроде как действительно на складе есть. Ну вот, собственно, именно таким дедовским методом можно и победить вот эту неправильную свето-синевую границу в подобного типа фарах. Сразу скажу, что относится данная переделка к лампам HB3, HB4. Там тоже они все стоят именно под углом галогеновой лампы. В случае с галогеном, повторюсь, это никаких отрицательных последствий для свето-синевой границы не несет. А в случае установки данной фары светодиодов, там возможны проблемы. Поэтому, если что, также используйте вот этот механизм доворота до вертикали лампы, чтобы получить вот именно максимально правильную свето-теневую границу при использовании светодиодных ламп. В общем-то, наверное, все. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была абсолютно бесполезна, или вы считаете, что все должно быть по-другому, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин. И до новых видео.